Это итоги «Голоса Америки» с Юлией Савченко из Вашингтона. И сегодня выпуски. Борт судного дня в Европе. В ответ на приостановку России участия в договоре СНВ-3 американский вестник Армагеддона приземлился в Исландии. Возможно ли контролировать эскалацию? Блицкрига нет. Пентагон заявляет о наступлении фазы на истощение в войне в Украине. А также азиатский ребус Вашингтона. Блинкин в Центральной Азии предупреждает Китай о последствиях поддержки России. Чего ждать центральноазиатским столицам? Все это в ближайшие полчаса в нашем эфире. Итак, в начале недели Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3. Ранее в Вашингтоне это решение Москвы назвали безответственным, подчеркнув при этом, что США будут готовы обсуждать ограничения стратегических вооружений с Россией в любое время, независимо ни от чего происходящего в мире или в отношениях двух стран. Такое заявление сделал американский госсекретарь Тони Блинкин. При этом в день подписания закона российским президентом на боевое дежурство в Европу был отправлен из США так называемый самолет судного дня. Это ключевой борт американской армии, который выполняет функции воздушного командного пункта ВМС США. И обеспечивает координацию стратегических и нестратегических вооружений, в том числе ядерных. О стратегических расчетах Вашингтона, одновременно отправляющего борт судного дня на боевое дежурство и предлагающего продолжение переговоров по тематике нераспространения, и спрашивала наших экспертов. Я думаю, что, по крайней мере, администрация Байдена очень бы хотела, чтобы договор остался в силе. Ну, сама суть проблемы. Когда был подписан первый серьезный договор в 1972 году, СОЛТ-1, то стороны ограничили количество стратегических боезарядов ядерных на уровне 11,5 тысяч для каждой. Последний договор, о котором вы говорите, СНВ-3, ограничил количество стратегических боеголовок до 1500, по сравнению с 11 тысячами в первом договоре, а количество носителей до 800. То есть сокращение во много раз. Но за это время появилось несколько новых ядерных держав. И когда это было 11 тысяч, а, скажем, там у Китая, Британии и Франции было по 200-300 зарядов, это было одно. А теперь, скажем, Россия и США имеют вот полторы тысячи этих стратегических боеголовок, а Китай имеет порядка 600, остальные имеют там от 200 до 300, Корея от 10 до 30. То есть все менее договор между вот этими двумя странами, он реально способен контролировать ситуацию в мире, поскольку уже другие приблизились по общему количеству, хоть и не по мощности зарядов, и не по дальности ракет в основном. Поэтому тут есть такие подводные камни, о которых не говорят, но которые очень важны. Но нужно как-то давить и на другие ядерные державы, с тем, чтобы они как-то вовлекались в этот процесс. Иначе возникает очень большая асимметрия. Кевин, генерал Милли, председатель Комитета начальников Объединенного штаба Вооруженных сил США, накануне сказал, мы должны очень и очень внимательно и с аккуратностью регулировать эскалацию, имея в виду дальнейшее обострение ситуации с Россией. Как вы считаете, управлять эскалацией стало еще сложнее после того, как Россия приостановила свое участие в договоре СНВ-3? Прежде всего, я согласен с генералом Милли в том, что эскалацию нужно регулировать соответствующим образом. Но я также знаю, что генералу Милли известно, и я с этим тоже согласен, что очень опасно думать, что эскалацию можно надежно управлять во время активных военных действий. Ситуация сейчас очень опасная, и ее усугубляют постоянные угрозы со стороны России, касающиеся ядерного оружия. При остановлении участия в договоре об ограничении стратегических ядерных вооружений в договоре СНВ-3 приводит к тому, что ядерная угроза из локальной угрозы и применение тактического ядерного оружия против Украины переходит в категорию стратегической угрозы. Этот шаг президента Путина нелегко отшагнуть назад, потому что он выдвинул условия возвращения к договору СНВ-3, которые Западу будет трудно выполнить, особенно когда речь идет о его условии присоединить к договору Францию и Соединенное Королевство и включить их ядерные арсеналы в СНВ-3. Поэтому этот шаг президента Путина сильно повышает эскалацию. Он касается того вида оружия, которое нас всех беспокоит, то есть ядерного оружия, которое нацелено прямо на Соединенные Штаты. Кевин, в течение последних двух недель много раз упоминалось о том, что Россия уже начала наступление в Украине. Что можно сказать об этом наступлении? Какую качественную оценку вы могли бы ему дать? Я вижу, что это наступление начинается медленно и что это не Блицкрик. Причина заключается в том, что за первые 12 месяцев войны российские войска поняли, что они не могут провести операцию Блицкрик против украинской армии. Мы это понимаем именно так. То есть мы не увидим молниеносных наступлений с захватом городов и новых территорий. Мы увидим захваты и потери территорий протяженностью от одной до двух миль или до пяти миль максимум. Я бы сказал, что сейчас, учитывая существующие позиции, российская армия не демонстрирует крупные успехи против украинской армии. Однако наступление только началось, и пока рано говорить о том, будет ли оно успешным. Многое пока находится в процессе, как подготовка войск, так и та военная помощь, которую мы обещаем предоставить, но которая еще не была доставлена. Россия тоже пока обучает многих бойцов, мобилизованных прошлой осенью. Поэтому слишком рано судить, сможет ли российская армия отвоевать Бахмут и большую часть Донецкого региона, который они все еще пытаются полностью захватить. Я очень надеюсь и верю в то, что украинская армия сможет это предотвратить, но посмотрим, что произойдет. Кевин, что касается поставок оружия, очень много сейчас обсуждается поставка танков в Украину, были также разговоры о поставках военных истребителей. Киев продолжает повторять, что это надо сделать как можно скорее, но страны Запада отправляют танки, к примеру, соответственно, собственным графиком. Как бы вы охарактеризовали эту динамику? И ожидаете ли вы, что это оружие прибудет в Украину вовремя, слишком поздно или прямо в разгар российского наступления? Я думаю, что уже имеется консенсус, а также определенное давление, касающееся поставок последних важных категорий оружия, о которых просят украинцы. Сюда входят летательные аппараты и дальнобойная артиллерия, а также ракетные системы, если получится. Мы уже согласовали отправку танков. О поставках истребителей украинская армия просит уже давно. Создается впечатление, что наша позиция по поводу их предоставления смягчается. Я считаю, что это хорошо. Я не думаю, что какая-то военная техника может прибыть в Украину слишком поздно или слишком рано. Украинцы, конечно, хотят, чтобы поставки осуществлялись скорее. Но даже если мы сегодня примем решение о поставках в Украину F-16 или каких-то других истребителей, они понимают, и все мы понимаем, что это не произойдет мгновенно. Ведь нужно обучить пилотов и механиков. Кевин, а правда, что обучение пилотов для этих истребителей может занять до трех лет? Это стандарт для обучения пилотов истребителей в ВВС западных стран. Конечно, если взять молодого парня с улицы в Киеве, ему понадобится много времени для обучения. Может быть, не три года, но точно более года. С другой стороны, в Украине уже есть профессиональные пилоты, которые ждут самолетов. Некоторые уже до некоторой степени обучены и обладают фундаментальными знаниями об управлении истребителями. Для их обучения точно не потребуется трех лет. Например, мы считаем, что для обучения солдата обращению с системой Патриот в Соединенных Штатах нужно от полутора до двух лет. Но эти системы оружия фактически работают в автоматизированном режиме с очень ограниченным участием человека, где большинство функций выполняет компьютер. Тем не менее, длительное обучение личного состава необходимо для того, чтобы подготовить специалистов высочайшего класса, которые смогут наблюдать за функционированием этих систем, выполнять их техническое обслуживание и ремонт и устанавливать правильно на огневых позициях. Но для того, чтобы стать квалифицированным специалистом по ракетному оружию или офицером, не нужны полтора года. Это можно сделать за гораздо более короткий срок. Кевин, глава Министерства сухопутных войск по контролю за приобретением вооружений и военной техники Даг Буш сказал, что американская армия планирует увеличить производство артиллерийских зарядов на 500% с 15 до 70 тысяч в месяц. Об этом сообщает СНН. В Техасе сейчас открывается новый военный завод для того, чтобы удовлетворять потребности украинской армии в военной продукции. И мы в данном случае говорим о войне, в которой США даже не участвуют напрямую. Является ли то, что Соединенные Штаты в таком контексте увеличивают военное производство до такой степени беспрецедентным шагом с исторической точки зрения? Это не то, чтобы беспрецедентный шаг, особенно если вспомнить то, что происходило перед Второй мировой войной, когда Соединенные Штаты начали наращивать темпы производства боеприпасов, военной техники, авиации и военных кораблей. В то время мы предоставляли военную продукцию европейским странам, которые уже сражались в войне, начавшейся в 1938 году. Поэтому то, что мы делаем сейчас, не является чем-то новым. Но за последние 50-70 лет, то есть после окончания Второй мировой войны, такие темпы, конечно, являются беспрецедентными. Именно по этой причине нам приходится снова набивать себе некоторые шишки. В результате наращивания военного производства Пентагону, возможно, придется еще увеличить бюджет, который на сегодня уже является рекордно высоким. У оборонного ведомства США в этом смысле есть место для маневра? Я думаю, что есть еще возможность увеличить бюджет американских вооруженных сил. Но Министерство обороны США должно пристально изучить свои внутренние потребности и сократить текущие расходы там, где это возможно. Это должно стать их приоритетной задачей, потому что Министерство обороны США должно признать и уже признает, каким временем это является для американской экономики и для общего бюджета США. Поэтому я думаю, что Министерство обороны США начнет сокращать расходы, но вы правы в том, что тем не менее их бюджет снова вырастет. Тем не менее, очень важно инвестировать эти средства именно сейчас. Когда идет война, когда идут бои и враг стоит на пороге, сейчас не время урезать оборонный бюджет. Кевин, Соединенные Штаты предупредили Китай о недопустимости предоставления вооружений России. Пекин заявил, что Америка не может указывать Китаю, с кем и какие строить отношения. Что реально может сделать Вашингтон, чтобы предотвратить предполагаемые поставки вооружений из Китая в Россию? Я не знаком с тем, что было доведено до сведения Китая о том, какие шаги могут предпринять Соединенные Штаты в том случае, если Китай начнет отправлять так называемую помощь летального характера. Без сомнения, Китай уже оказывает поддержку России в этой войне разными способами. Некоторые виды помощи применяются в боевых системах, в частности, электронике и других вещах. Поэтому черта между тем, что они уже предоставляют и что может включать помощь летального характера, размыта. Я могу предположить, что со стороны США это могут быть намного более жесткие экономические санкции. Кроме того, у Соединенных Штатов и Китая много совместных технических и производственных проектов. Есть проекты, которые очень тесно переплетены, где некоторые компоненты изготавливаются в Америке, а некоторые в Китае. Поэтому у Соединенных Штатов есть рычаги воздействия. Как и у Китая, впрочем, есть рычаги воздействия на нас. Поэтому я предполагаю, что именно такие условия США, скорее всего, выдвинут, если Китай пересечет красную линию. Кевин Райан в нашем эфире. От пересечения красных линий госсекретарь США Тони Блинкин в очередной раз на этой неделе предостерег Китай в ходе своего визита в Центральную Азию. При этом в начале недели пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер уточнил, что американское руководство не располагает какой-либо определенной информацией о том, что Пекин решил вооружать Россию, но Вашингтон считает, что эта тема не была снята с повестки Дня китайского руководства. О политике превентивной настороженности в отношении Китая и экономических аспектах визита госсекретаря США в Центральную Азию мы говорили с аналитиком-экономистом Сергеем Алексашенко. Есть в этом элемент символизма, что предупреждение в адрес Китая звучит во время визита госсекретаря США в Центральную Азию? Юль, мне кажется, что главная цель визита Антони Блинкина в Среднюю Азию, в Центральную Азию это разговор со странами, с руководителями со стран этого региона. Потому что именно они на сегодня выступают вот такими воротами в Россию, через которые можно завозить и параллельный импорт, через которые можно провозить и те товары, которые попали под санкции. И видно, что торговля России, импорт России из стран то, что называется постсоветского зарубежья и Турции, он вырос в разы, а у некоторых даже в десятки раз. И, собственно говоря, американская разведка достаточно хорошо работает, соответственно, есть, ну, что называется, и название фирм, есть и название товаров, которые проводятся через эти страны. И, конечно, для США, для Запада хотелось бы эти дыры заткнуть. Ну, уж если вводить санкции, то хочется, чтобы они работали. Что касается обвинений в адрес Китая, то мне кажется, что здесь все-таки американская администрация в широком смысле слова перебарщивает. Потому что вот неделю назад соответственно и Пентагон, и Белый дом в один голос, и Госдеп в один голос говорили о том, что Китай, ну, если не поставляет России вооружение, то уже чуть ли не грузит в вагоны. А прошла неделя, и говорят, нет, нет, ну, слушайте, мы погорячились, мы там это самое, у нас нет еще доказательств этому. Вот, из того, что мы видим, из того, что мы слышим, китайские компании пока никак не фигурируют в тех списках, которые занимаются поставкой в Россию товаров, находящихся под санкциями. Более того, крупнейшие китайские технологические компании, которые в том числе и котируются на американских биржах или привлекают деньги в Америке, они демонстративно отказываются от контрактов России. Вот, и я, опять, все время вспоминаю там, 2003 год, войну в Ираке и вторжение в Ирак, и где госсекретарь Пауэлл говорил о том, что мы точно знаем, что в Ираке есть оружие массового уничтожения. Да, вот, мне кажется, что такими заявлениями, в общем, американская власть, американская администрация, она подрывает доверие к себе. Мне кажется, что обвинения в адрес Китая, они все-таки должны как-то иметь под собой более серьезную основу. Потому что, когда делаются достаточно громкогласные и последовательные обвинения, а потом через неделю говорят, да нет, мы погорячились, ну, я понимаю, что это не ведет к улучшению американо-китайских отношений. Но при этом это ведь все происходит на фоне того предупреждения о поставках, возможных поставках Китаем оружия прозвучали на фоне визита высокопоставленного китайского дипломата в Москву. И там еще раз прозвучал тезис о том, что никакие третьи стороны не могут повлиять на сотрудничество Китая и России. Что в данном случае имелось в виду? Это был ответ, такой раздраженный ответ на давление со стороны Вашингтона? Или это действительно вот такое отражение большой концепции, которую Китай имеет по отношению к России? Ну, мне кажется, что это отражение отношений Китая к себе, любимому и к своей роли в мире. Мы крупная, мощная экономическая держава, у нас есть свои интересы, и не надо нам рассказывать, ковыряться нам носу мизинцем левой руки или правой руки. Мы можем ковыряться хотите обеими мизинцами, а хотите вообще не будем ковыряться. В общем, короче говоря, вот это наше. Есть пока мы Вас не трогаем, пока мы Ваши интересы не ущемляем, пока мы не действуем вопреки тому, что делаете Вы. Не надо нам рассказывать по какой цене покупать у России нефть. Мы с ними, с русскими отторгуемся лучше Вас. Мы у них купим нефть настолько дешево, что Вам и не снилось. Мы их в долги втянем настолько сильно, что они будут расплачиваться до скончания жизни. Короче говоря, Китай является одним из крупнейших экономических бенефициаров этой войны. В том плане, что закупая российскую нефть с дисконтом, он реально поддерживает свою экономику. Не только нефть, но и нефтепродукты, и уголь, и Индия туда же, и Турция туда же. И поэтому, когда Вашингтон пытается говорить, что Китай, вы там смотрите, с Россией особо тесных отношений не стройте, собственно говоря, а каких? Ну вот, ведь на самом деле позиция Белого дома и Брюсселя в отношении нефтяных санкций или нефтяного экспорта российского, она состоит в том, что Россия пусть продает столько нефти, сколько хочет, в рамках своего соглашения с ОПЕК+. Мы хотим, чтобы Россия получала меньше денег. Ну то есть, вот это прямым текстом говорится, это означает, что никаких проблем с увеличением поставок российской нефти в Китай быть не должно. И, соответственно, увеличение поставок российской нефти в Китай автоматически влечет за собой увеличение взаимного торгового оборота, и когда там Путин и СИ говорят, что наша торговля вышла на очередной рекордный уровень, ну это можно называть, что это есть укрепление отношений. Вот, поэтому мне кажется, что вот, ну прямо вот совсем говорить, что Китай там делает что-то такое, что противоречит интересам Америки, ничего он не делает, он покупает за дешево российскую нефть. Это ровно то, чего Белый дом хочет. Я повторю, что никаких свидетельств того, что Китай поставляет в Россию вооружение, или что Китай поставляет в Россию там, подсанкционные товары, которые можно использовать для производства вооружения, вот такой информации пока ни у кого нету. Задача Китая, интерес Китая состоит в том, чтобы Путин был как можно более агрессивен по отношению к Америке, чтобы, не дай бог, он с Америкой не сдружился, да, потому что это означает, что вот в этом треугольнике Китая, Америка, Россия, ровно как там 50 лет назад, когда Китин же оторвал Китай от Советского Союза, ну вот сейчас Китай оторвал Россию от Америки, да, и, конечно, в геополитическом раскладе для Китая это выгодно. Сергей, вот когда мы говорим еще об одном треугольнике, это треугольник США, России и Центральная Азия, Блинкин в ходе визита объявил о выделении 25 миллионов долларов нового транша на поддержку экономического роста в Центральной Азиатском регионе, ранее также было выделено с благословения президента Байдена 25 миллионов долларов, эти суммы являются достаточно убедительными для Центральной Азиатского руководства, чтобы сменить интерес направления и вообще направления сотрудничества с Россией на американский вектор. Я думаю, что госсекретарю Блинкину и президенту Байдену нужно очень хорошо выучить пословицу «скупой плазит дважды». Конечно, 25 миллионов долларов это как это, пинанс, копейки, и они всерьез не повлияют ни на экономические отношения стран Центральной Азии с Америкой, ни на то, что Кремль при желании добавит к этим 25 нолик сзади и перетащит их настолько прочно на свою сторону все эти страны вместе взятые, за исключение Казахстана, на которого ни цифра 25 миллионов, ни 250 миллионов, я думаю, что даже еще нолик приписать 2,5 миллиарда долларов серьезного впечатления не произведет. Поэтому я не знаю, за 25 миллионов мне кажется, что даже отношение Киргизии к Соединенным Штатам Америки нельзя всерьез поменять. Россия платит больше. И как вы думаете, будут ли США в данном случае увеличивать ставки? Как вам кажется? Мне кажется, что это зависит с одной стороны от того, будут ли страны Центральной Азии создавать коридоры для поставок товаров в Россию, с которыми США будут бороться. И политика кнута и пряника. Вот пряник пока маленький. Кнут я не знаю, может быть, Блинкен показал Кнут, может быть, рассказал, в чем он может состоять. Но дальше будем смотреть. Я не готов. Мне кажется, что все-таки не совсем правильная политика в отношении стран, которые являются, если не союзниками России, но, по крайней мере, соседями и участниками неких партнерств типа СНГ, ОДКБ, ШОС, ну вот, если туда приезжать раз в пять лет, то я не думаю, что это принесет большие плоды. Мне кажется, что все-таки принцип разделяя и ластва, его никто не отменял. И если Белый дом всерьез хочет изменить позиции России на постсоветском пространстве, то на Центральную Азию, на Закавказье, на Молдову, на Беларусь нужно тратить гораздо больше времени. Сергей Алексашенко в нашем эфире. Стоит отметить, что посетив Центральную Азию, госсекретарь США отправился на министерский саммит Большой Двадцатки в Нью-Дели. На его полях произошла незапланированная 10-минутная встреча глав американской и российской дипломатии. Первая с момента российского вторжения в Украину. Как сообщила американская сторона, Тони Блинкин успел за 10 минут передать Сергею Лаврову, что поддержка Америка и Украины будет продолжаться столько, сколько потребуется для того, чтобы положить конец войне. Призвал Москву пересмотреть решение о приостановке участия в СНВ-3 и освободить гражданина США Пола Уилана, находящегося в заключении в России. Разовьем эти темы в следующем выпуске, а на сегодня время в эфире подошло к концу. Это итоги «Голосы Америки» с Юлией Савченко из Вашингтона. Каждые выходные анализируем и показываем на канале «Настоящее время» и на цифровых платформах «Голосы Америки». Я прощаюсь с Вами до следующей субботы и желаю спокойных выходных. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин